на личное бытие человека или бытие присутствия или или как говорил киркегор я бы сказала именно так и это не шутка не такой какой-то специальный финт для начала лекции а это действительно то что имеет место быть то есть такое противостояние или такая конфронтация такие сложные взаимоотношения между наличным бытием человека и бытием присутствия которые очень сильно путает нас на самом деле мы все это смешиваем мы все это вообще с трудом различаем в общем тема болезненная не хуже на мало хуже на и много обещающие на самом деле я говорила что эту лекцию начну именно с наличного бытия разбирательства вопроса наличного бытия и почему она отличается от бытия присутствия так и сделаю но конечно немножко позволю себе еще полетать дать общий обзор то есть я повторюсь вот когда мы упомянули экзистенцию то что вводит хайдеггер мы те присутствие экзистируют бытия присутствия существует способом экзистирования экзистенции мы с вами вошли в огромный простор можно его назвать конечно пространством но лучше всего называть его простором потому что это какие-то открытые дали горизонты вот как там допустим для человека нового времени когда открывались неизведанные континенты новые материки это были вот его новые дали расширение границ территориальных границ расширение их от узкой какой-то части своей собственной землицы до масштабов всей земли это срывало крышу по тем временам это было революционно и тогда это простиралось до пределов земли но вот здесь приблизительно такая же революция происходит мы может быть ее не замечаем и еще еще до сих пор не заметили со времени бытия и времени прошло уже до скоро будет столетие столетия как вышла эта книга но был до этого еще и керкегор были другие произведения которые начали уже срывать крышу фактически все эти произведения появляются в начале двадцатого века вот там начался этот общий крышесъезд и вот эта революция идет и мы не можем отдать себе в ней отчета ясно потому что мы находимся внутри нее мы не наблюдатели сторонние мы не те кто смотрит на историю а после а и говорит вот тогда была такая революция вот так вот так все происходило и так далее мы сами участники мы задействованы лица мы находимся во всем этом мареви в котором и происходят какие-то новые революционные сдвиги и так один из этих сдвигов и это вот этот то есть направление экзистенции и экзистирования и какие здесь открываются просторы какие здесь открываются далее философия давным-давно путается уже во всех этих именованиях имеется ввиду бытие сущность не только они существование вот какая градация какая разница мы можем спросить допустим я привожу вам такой пример блаженный августин это уже не античная философия это не современное еще время даже не новое время он пишет в труде о свободе воли есть только три области существовать для человека существовать жить и понимать и понимать вот так он разделяет еще раз существовать жить и понимать и дальше он пишет жить лучше чем существовать, а потом прибавляет, а понимать еще лучше, чем жить. Вот здесь интуитивно мы прямо ощущаем, что человек говорит о каких-то очень важных вещах, важнейших вещах, но что он вообще под этим имеет в виду, что вообще все это значит, как вот это все понятие разобрать, а что такое существовать, а что такое жить, почему жить отличается от существовать, а почему понимать лучше, чем жить, почему, и лучше, чем существовать, тем более. Я хочу вам сказать, что это уже речь, речь об этом, она давно ведется, ну типа тихо сам с собой я говорю, это не Хайдеггер опять же первый придумал, Хайдеггер здесь скорее отличается от предыдущих философов, больше всего тем он отличается, что он хочет провести тонкие градации, отразить все эти понятия друг в друге и совершенно точно поименовать их, чтобы уже не путались сущность там и существование, чтобы не путалась там жизнь, чтобы вся эта катавасия бесконечных определений, категорий и так далее, она приобрела хоть какой-то более-менее упорядоченный вид, чтобы она что-то выражала уже более-менее доступное нам, внятное, внятное. Хайдеггер сейчас употребляет это слово, внятный или невнятный, скажем так, или прозрачный, непрозрачный, слово пришедшее от Марса, но тоже имеющее длительную философскую историю, потому что о прозрачности впервые пишет Аристотель, он пишет о том, что свет это и есть прозрачность, в принципе, свет и есть прозрачность. Поэтому как вот философ приходит, новая терминология, кажется, он это изобрел, он об этом говорит, но он так это изобрел, что мы если захотим, мы это найдем и в прошлом. А надо захотеть, надо захотеть, потому что иначе у нас получается постоянное забывание. Кто-то приходит, новый нам напоминает, но мы вспоминаем ненадолгое время, а потом вместе с его уходом снова забываем. Следующий приходит, новый, и все это превращается тоже в такую карусель, без исхода. Итак, это громнейший простор, на котором давным-давно гуляет философия. Она там прогуливается, она там падает, разбивает себе колени, разбивает себе лоб, она снова поднимается, она снова туда идет, она пытается выяснить, что же это такое. Я вам уже говорила, что Хайдегер предпосылал своему произведению бытия и времени именно такой эпиграф из Платона. Мы думали, что знаем, что такое сущие, но оказывается, мы не знаем, что такое сущие. А дальше Хайдегер пишет, а что, мы сейчас знаем, что такое сущие? Нет, мы тоже не знаем, с этого начинаем. И так, есть термины, есть их употребление, есть разговор о них, но чтобы это все стало внятно, вы извините, чтобы все это стало внятно, нужно очень сильно постараться, очень долго в этом вариться, копаться, понимать это, искать, может быть, всю жизнь. Поэтому даже слова Блаженного Августина, не то, что книгу Хайдегера «Бытие и время», нам понять не вдомек, почему он называет «жить лучше, чем существовать». И я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что мы этим будем заниматься еще, и мы будем гулять по этим областям. Мы их наметили, когда сказали о том, что существует экзистенциализм как философия существования. А что такое существование? Почему? Там Сарте Камю – это философы существования. Что это вообще такое? А философия Хайдегера – это философия бытия. Да, здесь ближайшие аналогии, конечно, можно провести. Это вот как и Блаженный Августин начинал с существования, как с самого низшего разряда, и приходил к пониманию. Но о понимании – это вот, в принципе, это бытие и есть, потому что мыслить и быть одно и то же. Между ними лежала жизнь у Блаженного Августина, которая, очевидно, отличается от существования тем, что она актуализирована. То есть жить – это значит идти за смыслом, гореть в некотором смысле слова, гореть. Жить – это гореть, двигаться, расти, осуществовать. И это скорее вот длить. Длить каким-то образом что-то. Если мы так хотя бы грубо представим это все, то у нас тогда получится для человека возможно деление, деление чего-то, длить. Для человека возможно горение, то есть рост, выхождение к чему-то новому. И для человека возможно понимание или бытие, как некоторое пребывание в универсальности, то есть во всем этом. Совпадение со своей собственной сутью. Вот это то, что и Хайдеггер называет самостью. Что такое длиние или существование в этом плане? Это, скорее всего, больше похоже на формы. Вот в нашей отечественной философии этим вопросом больше всего занимался Мирапа Мардышвили, который писал о формах, о формах, позволяющих длить вечное и неизменное, то есть истинно-человеческое. Формы философии, формы искусства, такие образования, в которых уплотнены сгустки бытийной энергии. Мы туда в них входим, и благодаря им мы поддерживаем уровень нашего бытования, нашей бытийственности. Но это все имеет марку длиния, продлить, удлинить свои собственные интенции и чувства, расширить, и продлить их во временном отрезке. Вот что такое формы. И вот они, наверное, напрямую связаны с существованием. И вот что такое философия существования или экзистенциализм, допустим, там, сарт, камью и так далее. Но, когда мы переходим к жизни, то здесь уже другой акцент у нас появляется. Это акцент актуализирования или актуальности формы не живут без человека. Если туда не входит живой человек, формы пустые и мертвые. Значит, живой человек всегда превыше этих форм, несмотря на то, что без них он голый и практически ничего не может. но и один в поле воин, то есть даже без форм, человек может что-то свершать. Однако, это его как бы основание, более низшее. Потому что блаженный Августин нам говорит, жить лучше, чем существовать. Жить выше. Итак, живой опыт выше, чем все философские системы. Хотя он может там себя находить и на них опираться. Живой опыт человека, жизнь, всё живое, всё, что дышит и трепещет, и волнуется сейчас, всё, что актуализировано, выше. И далее этого выше только понимание. Понимание и бытие. Ну, это, конечно, бегло холопом по Европам. Ну, хотя бы пусть так. И вот эти все узлы и связки, все отношения Хайдеггера с другими экзистенциалистами. И ещё раз повторюсь, Хайдеггер – это философ бытия и понимания. А на другом конце экзистенциализма находятся философы существования. И здесь не подходят фразы «плохо», «хорошо», «лучше», «дурно» и так далее. А это просто разные сферы. Разная глубина погружения в человеческое устройство. Бытие присутствия претендует на то, что это последняя глубина, дальше которой уже идти некуда. Она обхватывает всё. И Хайдеггер, как мы знаем, рискнул мыслить именно на такой глубине. Итак, это один простор. Это один простор, по которому гулять нам не перегулять, говорить нам не переговорить. и, может быть, удастся. Не в одной, так в другой лекции. А второй простор начинается как раз с развлечения наличного бытия и бытия присутствия. Вот здесь то, что распахивается, какая коллизия распахивается, она не менее обширна, не менее удручающе, не изучена, чем предыдущие. И тут мы уже, конечно, сейчас несколькими фразами не отделаемся, потому что взялись идти пока вот именно в этом направлении. Итак, наличное бытие и бытие присутствия в самом общем виде, скажем так, это поименование того старого, старейшего двуединства мира или двумирности одного единства, которое мы испокон веков в общем-то знаем. У нас есть один мир, есть другой мир. Наиболее четко это началось с христианством, мир сей, этот мир. И есть какой-то еще другой мир. И мы постоянно вот с такой коллизией в принципе в истории движемся. Мы вынуждены различать, но что мы отличаем от чего? И как мы это отличное одно другого именуем? Если мы его именуем Бог и вот эта вот вся телесно-материальная природа, это одно дело. Если мы его именуем, допустим, реальность и трансцендентность, это другое дело. и если мы его именуем на личное бытие и бытие присутствие, это еще третье дело. Но все время мы почему-то обращаем внимание на то, что мы вынуждены превращать все нас окружающее, то, в чем мы живем, как бы в два мира. То есть как бы в две области, которые противостоят друг другу. Следовательно, вот это вот на личное бытие, это терминология и бытие присутствия, они тоже оттуда вырастают исторически, как-то они оттуда берут свои корни. и это продолжение все тех же самых противоположных, противоборствующих начал для человека. Но, естественно, с новыми именами приходит и новое внятие. А теперь спустимся немножко с небес на землю и займемся медленным копанием, которым мы всегда и занимались, для того, чтобы продвигаться небольшими шажками в сторону прозрачности. Наличное бытие в самом общем виде образуется для человека благодаря тому, что человек существо историческое, как вы знаете. Что представляет из себя история человека? В принципе, это и есть самопорождение человеком самого себя. И это самопорождение человеком самого себя происходит во многом благодаря тому, что человек себя как бы из природы выделяет. здесь мы на этой дороге, по которой мы пошли, мы не минем Маркса. Нам обязательно надо будет упоминать, потому что Маркс сделал вот тут, вот на этой узловой станции, ну, очень много он сделал. Не важно, что сейчас Маркса забыли, подзабыли, сегодня забыли, завтра опять вспомним. Вы должны понимать, что вообще, как бы, исторические вещи общественные, они движутся очень странным образом. Я бы нарисовала такую картинку, вот, мы все сидим, допустим, в театре, какое-то зрелище, и смотрим на сцену, но свет погашен, ничего не видно, полная темнота, только что-то еще ожидается, да, что будет происходить какое-то действие. И тут луч прожектора падает на сцену и высвечивает какое-то там место, какой-то фокус, локус. Там может появиться один человек, что-то начать рассказывать. Мы все на нем сосредоточены, смотрим на него, а потом этот луч прожектора сдвигается, и мы видим в стороне, что вот там еще что-то, находятся еще какие-то другие люди, начинается какое-то другое действие, опять луч прожектора сдвигается и так далее, а вокруг полная темнота. Так вот, вот этот образ, он обрисовывает то, что с нами происходит на исторической сцене и с обществом в том числе. То есть, вот, были какие-то проблемы, во времена Маркса, связанные остро с политико-экономическими вопросами, и Маркс тогда был на волне, он решал эти проблемы, он был в этом фокусе света, он произвел буквально фурор и какую-то революцию, воздействие, затем этот фокус сменился, то есть, проблематика ушла в некоторую иную сторону, из области политики и экономики она отошла в другие области, и Маркс как бы исчез в темноте, словно его и не было, как будто его не было, как будто его нет, но это не означает, что завтра этот же луч прожектора снова, не повернувшись там влево или вправо, вдруг не высветит нам ту же самую фигуру Марса, и мы не будем на ней сосредоточены, и это запросто может быть, потому что, как говорит Кайдеггер, все, что случилось и свершилось действительно в истории, никуда не исчезает, оно есть, оно только отошло вот эту теневую область, оно ждет, пока там этот прожектор поработает в каких-то других местах, и потом снова упадет на него, то есть, все это присутствует, но она как будто в забвении его, как будто нет, а на самом деле оно есть, извините меня за такое дальнее отступление, но обязательно должна была его сказать, потому что Маркс во многом дает какие-то базовые вещи, очень мощные, и я считаю, что Хайдеггер вообще был бы невозможен без этих революционных вещей, Хайдеггер был бы невозможен без Маркса, без Ницше и без Керкегора, вот без этих ключевых фигур он точно не был кого-то сложен, и многие сдвиги, которые начались в начале 20 века, вот этими тремя фигурами предыдущего времени, ну, прям-таки определялись, значит, что я вам рассказываю, это, в принципе, даже Маркс, человек выделяет сам себя из природы, благодаря тому, что он эту природу побеждает, он начинает там, где он был зависимым от природы, целиком и полностью страдал под ее игом, он начинает это великое освобождение, эту великую эмансипацию, когда все меняется местами, и он становится господином над природой, господствует над этими силами, имеется ввиду, конечно, не вся вселенная, понятно, но наше исключительное место обитания, конкретное, да, то есть, вот, какое-то наше первостепенное насущное место обитания, мы его вырываем из природы, мы его завоевываем в свою собственность, в то, чем мы владеем уже, то есть, как условиями своего собственного существования, обратите внимание, что здесь я тоже применяю слово, именно это существование, условия существования, отнюдь далеко еще не жизни, отнюдь далеко не понимания, а просто существование, потому что материальные нужды, материальные блага связаны именно с необходимостью существования и вот человек это производит и делает очень странным оригинальным способом которому мы естественно привыкли и никто не называет его ни странным не оригинальным на самом деле вот она странная оригинальная по отношению ко всему остальному животному миру человек производит эту природу второй раз он ее производит он сам ее воспроизводит и будучи такой воспроизведенной техны искусство воспроизведения творчества будучи воспроизведенной эта природа начинает начинает родниться к человеку она родная она его окружает то есть Человек живет фактически не в самом природном мире непосредственно, а живет прежде всего непосредственно через внутри окружающих его вот этих человеческих предметов, заново воспроизведенных во второй раз. И только через них он воспринимает, относится и как бы открывает дальше природу, все дальше и дальше. Те же самые орудия труда помогают нам продвигаться вглубь, как мы называем природой, даже сегодня открывать какие-то неизведанные частички вселенной, космоса, проникать в микромир. Благодаря им, благодаря им человек никогда непосредственно с природой не связан, так как животное, животное непосредственно связано с природой, прямо напрямую своим собственным телом. Единственное, что у животного есть, это какие-то его телесные органы, физиологические органы, те же ноги, клыки, когти, клювы и так далее, данные ему природой и через биологию выработаны. А человек, в отличие от животного, никогда не соприкасается с природой так, таким образом, а всегда опосредованно он ставит между природой и самим собой определенные орудия труда. Хайдеггер их чуть позже и дальше на страницах своей книги назовет подручным. Марс называет их орудиями труда, Хайдеггер назовет их подручным и будет писать об этом подручным, что это такое. Значит, что выходит из этого того, что я описала? Что получается там в результате? В результате получается, что человек создает как бы второй мир. Второй мир. Есть один мир, а есть второй мир, который движется через самого человека, воспроизводится, нарастает, наращивается. И вот этот второй мир, его можно брать как функциональный и в отношениях, там получится орудие труда, средства производства, допустим, предмечивание, распредмечивание, предметы, объекты, вот это вот все. А можно брать, подойти к нему точно так же, бытийственное, как берет Хайдеггер, сказать, что этот мир и создает, в принципе, вот такое произведенное через самого человека материальное, но уже очеловеченное. И вот это материальное, но уже очеловеченное является наличным бытием. Почему? Потому что оно существует по определенному, очень интересному образу бытия, другому образу, нежели у бытия присутствия. У бытия присутствия один образ. Это сущность характера присутствия, как говорит Хайдеггер. Это образ экзистенции. А у всего мира, который мы создали, поскольку мы всегда работали с неживой природой, с этими материальными условиями, у всего этого бытия другие характеристики, другие и другой образ его существования. Наша материальная природа бытийствует иным образом. Бытийствует иным образом. Но благодаря тому, что мы ее создавали, она прошла через нас, а мы прошли через нее в своем историческом движении. Мы спутали свое собственное бытие присутствие с ней. Мы как-то связали там. И не можем распутать, отделить. Очень часто. Кстати говоря, в такую проблему попадает там не только в целом человек, а даже часто гносеология. Путается именно в этой проблеме, как отделить субъекта от объекта, что субъективно, что объективно. Это же очень тяжело отделить. Это только схематично можно сказать и показать там, вот субъект, а вот объект. А в познании в самом, в том, что мы добыли сведения и знания, что там входит от субъекта, что там входит от объекта. И вот начинаются все эти старые гносеологические споры. Так вот, не только в гносеологических спорах, но и в целом, говоря о человеке, о его истории, мы запутываемся точно так же. И здесь разделить можно лишь, выйдя на образы существования, способы существования, способы бытия. Они разные. Вещь или предмет, который мы создали, существует иным способом, нежели человек. И вот этим как раз хочет заниматься Хайдеггер, потому что вот Маркс этим не занимался. Он все это прописывал, каким образом это исторически возникало, как это проходило через различный строй. Он исследовал этапы развития частной собственности, собственно говоря. И он не занимался... Маркс писал, что человек, да, впадает в зависимости, в зависимости от человека, в зависимости друг от друга. Там, допустим, рабство, господство, да. Но человек впадает в зависимости от вещи. В частности, Марксу принадлежит такое утверждение, что во времена античности человек был рабом другого человека. А в нашем современном мире человек раб вещи. И хуже того, он раб денег или раб капитала. Но в конечном итоге это выражается визуально, это выражается как раб вещи. Так вот, это вот раб вещи, это есть раб наличного бытия. Раб наличного бытия. Ну, в простой обыденной разговорной жизни, утрированно мы это проговариваем, ну, вплоть до самого банального, заматериализованный человек, да, там, или прагматичный, хотя прагматичный имеет у нас как-то уже и положительные тенденции. Для кого-то это про положительные тенденции, что человек занимается только своей собственной карьерой, достатком, ну, и какими-то там котирующимся в обществе метами, не знаю, красотой собственного тела, чтобы она соответствовала чему-то, имиджам и так далее. То есть, вот это вот, это все оттуда, это наличное бытие, которое поглощает человека все больше и больше, засасывает в свой собственный мир. Так вышло, что мы этот мир сами вытянули из мира природного, сами его создали, сами его вокруг себя положили, и как будто бы человек в это время сошел с ума, он довольствуется этим миром, он рад, как же он же должен получить от этого, как говорится, все барыши, все излишества, ну, я утрирую, как будто бы этот человек сознательно делает, конечно, это не так, ну, со стороны, если на это все посмотреть, как будто это так. И вот он купается просто во всем, в этом и залипает на все это, хотя на самом деле человек, все, что он сделал таким актом, он всего лишь освободил себя и высвободил себя, как говорил еще Маркс, для своих истинных целей человеческих, человеческих, то есть его не отвлекают там заботы по пропитанию, по нужде, там, сохранить свою жизнь, не спрятать куда-то голову, там, покушать, не умереть от холода, не замерзнуть, это тоже утрировано, потому что нужды современной цивилизации не так банальные, они даже и защерены, и дифференцированы, но вот это все уже удовлетворяется, это все удовлетворяется, а человек забыл в это время, пока добывал себе это все, и пока удовлетворялся, он забыл о том, забыл, как говорится, пошел куда-то, но забыл, зачем пошел, он забыл о том, что смыслы его были в другом, в том, чтобы высвободиться для чего-то истинно прекрасного, истинно человеческого, и в этом не отличается Маркс от Хайбеггера, Хайбеггер не отличается от Маркса, и многие философы не отличаются друг от друга, в этом плане, что это всего лишь условия, условия, необходимые условия, но суть и смысл лежит не в этом, но несмотря на то, что они, конечно, написали уже свои произведения, и проговорили все, что они должны были сказать, наличное бытие, спутано с бытием присутствия, и не так, чтобы вообще спутано, а можно выразить это, что оно опутало буквально, окружилось со всех сторон, это бедное, несчастное бытие присутствия, она его засосала, она его засосала, особенно с появлением техники, всех этих достижений, позволяющих вообще человеку чувствовать себя чуть ли не властелином над миром, пусть этот мир и простирается так себе только в пределах там земли, да и то под вопросом, простите меня, потому что мы тут же властвуем над землей, а тут же буквально ощущаем себя совершенно беззащитными там какими-нибудь муравьишками, при малейших изменениях погодных условий, климата, и вы знаете, что мы сейчас все ожидаем всемирной глобальной катастрофы природной, причем ожидаем именно как люди беспомощные, как в целом человечество полностью беспомощное, которое не может ничего с этим сделать, так что насчет хозяйствования и господства, это все такие вещи относительные, однако человеку это хватает, для гордыни ему этого хватает, для того, чтобы извратиться и перестать быть человеком, ему этого хватает, как по пословице говорят, ну зачем мне туда куда-то в дальние страны идти, я здесь у себя там, да, лучше на своей территории королем, чем где-то там, пастухом или кем-нибудь еще, вот на своей территории королем, вот это вот нос кверху, пальцы веером, и осуществляет человек, это опять же только так общий экскурс, но смысл наличного бытия в следующем, теперь здесь уже появляется Хайдеггер, то, что я говорила, это общее представление марксистские, теперь появляется Хайдеггер, что тут представляет из себя именно Хайдеггеровский голос, в отличие от Маркса, способ, каким появляется это наличное бытие, способ, значит, это постов, уже упоминала об этом, наличное бытие, заключается в том, в двух словах, что мы вообще-то на самом деле, мы постигаем вещь, когда мы ее уничтожаем, я скажу вам так по прямому, мы постигаем вещь, когда мы ее уничтожаем, иначе мы не можем постигнуть ее границы, иначе они вообще не существуют, то есть реальный материальный мир, не воспринятый человеком, он в каком-то смысле слова, не существует, ну скажем так, если бы не было вообще живой природы, кто бы воспринимал что, это превращается в полное ничто, живое или жизнь воспринимает, что-то окружающее вокруг себя, но оно не отделяет это от себя, это все едино, одно есть, и только у человека уже два мира, два вот этих мира, знакомое название, это два мира, только как разобраться, где какой, и что это такое, и вот эта так называемая вещь себе, о которой мы уже упоминали, Канта, вечно непознаваемая, на самом деле познаваемая, познаваемая почему? потому что даже ребенок таким образом познает, он познает что-то, уничтожая, уничтожая, то есть как только оно перестало быть, в этот момент, на этой границе, когда что-то перестает быть, мы фиксируем, что это было, мы понимаем, что это было, потому что мы понимаем, через эту границу или определенность, именно таким образом человек уничтожает природное, воспроизводит свое, именно таким образом он получает способность предвидеть, потому что он вскрывает сущность, здесь у нас появляется как раз сущность, сущность это то, что и было уничтожено, это вот это и есть, это граница, которая определена в границе, в сути, в сути предмета это граница, граница его существования, суть предмета, Отсюда сущности, отсюда вся наша теория познания, гносеология и так далее И отсюда же потом мы вспоминаем, как приходит Берсон, не только Хайдегер и говорит Ребята, ну у нас же вся наша логика, это логика твердых тел Вот все наше мышление, все что мы умеем мыслить, это вот эти твердые тела А точнее неживые, неживую природу Вот отсюда произошла наша логика И все наши категории отсюда же То есть это категории уничтожения Они все построены на этом, на ничто Предмет любой или явление переходит в свою собственную границу, превращается в другое Через эту границу мы ее понимаем Таков образ наличного бытия, он весь прошел через очищающий огонь ничто И появился второй раз в мире человека И это названо наличным бытием Наличное бытие обладает именно этим достоинством, что оно прошло огонь Небытия А значит оно удерживается, держится и оно бытиствует Оно бытиствует, оно в своем достоинстве покоится, произведенное заново И оно в этом роде, оно очень привлекательное и притягательное для человека Потому что сам человек через такие огненные рубежи не прошел И себя не провел А вот предмет прошел Предмет более простая структура, чем человек И он это проходит То есть предмет в каком-то роде у нас Осуществляет более крутое движение Он круче, чем человек Более крутое движение, чем человек И человек Поэтому в конце концов начинает завидовать вещи Ну, это я тоже утрирую Все это на самом деле имеет место быть И красота вещи И все-все-все другое прочее Тут зло заключается лишь в том, что человек теряет самого себя И испутывает самого себя И начинает полностью пребывать только в этом мире на личности Итак, способ существования Наличного бытия Это способ его возрождения через ничто Отсюда, кстати, и характеристика бытия и ничто Как предметность Это способ постова То есть что-то, нечто Сущностно То есть это способ По сути Существовать по сути Сущностно Что-то вырвано Из целой действительности Специально И Выделено И поставлено Перед нами Вот это способ существования Наличного бытия Сейчас, чтобы Немножко отдохнуть Я приведу смешной пример Каким образом можно путать вообще бытие присутствия и наличное бытие Пример будет из Древней Греции Столь любимой нами И в то же время Вот там наблюдалось Такое явление Одна из статуй Стоящих в храме Как-то однажды Упала По какой-то причине непонятной Там То ли что-то у нее в основании Там Подраскололось И так далее Она упала И случайно И убила человека В храме И убила человека И вот как Вы думаете Что дальше Делают Древние Греки Чем они занимаются Естественно Было бы предположить Подняли статуу И поставили ее на место Или там Допустим Впали В какую-то мистику Подумали, что Это дурной знак Но не тут-то было Древние Греки Судят Эту статую Они подвергают Ее суду Очень смешно звучит Наш современный лад То есть Эта статуя Приводится на суд Осуществляется суд Над этой статуей Судьи голосуют И большинством голосов Приговаривают ее К смертной казни Статуи Статуи Статую связывают И С высокой скалы Выбрасывают в море Она там падает И тонет Вот можно к этому Относиться Просто как Там Как мы обычно Относимся Наивные Недоразвитые Допустим Это при том же Что это наивная Недоразвитая Цивилизация То греческая Родила Первых философов И Первую науку И вот это Как-то в ней Сомещалось Ну ладно Это нас не смущает Мы все равно Говорим Наивные Потом мы еще Любим применять Такой термин Там Антропоморфизм Наделяем Чертами человека Все вокруг И природу И живое Но эти термины Когда мы так говорим Казалось бы Хайдеггер Это хочет сказать То что я сейчас Проговариваю Они не несут Еще Той внятности И понимания Которое нам требуется Для того чтобы Увидеть Что здесь происходит А на самом деле Здесь происходит то Что мы Путаем Вот эти два мира Один мир Незаконно превращается У нас в другой Первый во второй А второй в первый И мы спутываем Их позиции И положения То есть Вот Как Эти древние греки Относятся к статуе Вспоминая Того же самого Блаженного Августина Вспоминаем Он решает проблему Можно Можно ли Богу Вменить Ответственность За зло Совершаемое в мире И блаженный Августин Отвечает Нельзя Богу нельзя Вменить ответственность За зло Которое Совершается В мире Зло Проистекает Из Индивидуальной Воли Человека Сам человек Принимает Этот выбор И дает Возможность Злу Свершиться Это происходит В его разуме И в его воле Но Вы меня извините Блаженный Августин Это всего лишь там 300-400 лет Н.Н. Это Отстоит От Того случая Которым я рассказываю Ну буквально На 500-600 лет Что такое Выставить В плане Исторического Развития В плане Исторических Масштабов Эти 500-600 лет Ну чтобы появился Вот этот Блаженный Августин Нужно было Совершить Ого-го Какой еще Скачок Да Так вот Вот эта Индивидуальная Воля Которая уже Так ясно Так четко Так прямо Пишет Блаженный Августин Она Предполагается В статую Она древними греками Предполагается В статую То есть Сам принцип У греков Фактически Таков же Кто может нести Суд и ответственность Только Какое-то лицо Только Какая-то Индивидуальность Которая Не может Скрыться За Там Обязательства За общие За коллективность Она сама должна Отвечать За свои поступки Но Замечательный Принцип И греки Развили этот Принцип Вот Индивидуальности Они в этом плане Не отличались От Блаженного Августина Не отличались Уже Сократ Рассказывает Что В своих Диалогах Рассказывает Что Древняя Греция Отличается От Персии С которой Она воюет У персов Там Есть только Один Шаг Падишах Вверху Их И дальше К нему Построена Вся эта Пирамида Вниз Он попирает Всех Более нижних Они все Служат Для того Чтобы он Был Прекрасен А древнегреческое Общество Построено Совершенно По другому Принципу По принципу Развития Каждой Индивидуальности Каждой И только Развиваясь Эта Индивидуальность Вносит Что-то И В Общее Вот этот Прекрасный Принцип Его Греки Уже Знали Но Почему же Они попадают В эту Смешную Историю Они Этот Принцип Они Не знают Где Его Пределы То Грек Как бы Имел Имел Доступ К Бытию Присутствия Каким-то Образом Было У него Это Чудо Было У него Это Чудо Индивидуальное Бытие Бытие Как имя Собственное Но Грек Не знал Где Пролегает Его Граница И Он Распространял Это Бытие Присутствие На Неживые Вещи На Нематериальную Природу Древний Грек Судил Статую И Осудил Ее Это Не единичные Примеры Там Мирам Мамардашвили Приводит Пример Ксер 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 Приказывал Высечь Море То есть Это Распространенное Явление Ненахождение Границ И Вообще Для Древнего Грека Было Трудно Понять Как Иначе Это Всегда Такое Заболевание Есть Когда Бытие Присутствие Находит Себя Ему Трудно Понять Как Иначе Древний Грек С трудом Понимал Другие Как то Он их Видел Естественно Как то Видел Но он судом Понимал Варваров Другие Цивилизации Каким образом Можно жить По другому И он Распространял Вот это Своё Бытие Присутствие На Бытие На личное Совершенно Спокойно И не Моргнув Глазом Ну Это Вот Был Такой Смешной Примерчик Просто На На самом Деле Я Здесь Очень Много Уже Как бы Постаралась И попотела А Хайдеггер То Когда мы Начали с Экзистенции Он там И не утруждает Себя Этим Пояснением Что такое Наличное Бытие Это Только Опять же В середине Книги Там Появится Наличное Бытие Но Я Посчитала Здесь Необходимым Вот Такой Пространный Монолог Все-таки Проговорить Итак Вместе Со Сферой Наличного Бытия Разделения Наличного Бытия И Бытия Присутствия Сюда Вползает Очень Сложная Проблема В Наше Рассмотрение В Наш Кругозор Эта Проблема Может быть Обозначена Так Как Неживой Мир В котором Мы Вынуждены Существовать Среди Которого Мы Вынуждены Существовать Живой Мир И Сам Человек Хайдегер Тоже Разделяет Эти Области Он Тоже Поработал В плане Не только Их Разделения Но и В плане Выявления Их Специфики Но Нужно Снова Проговорить Чтобы вы не думали Что это только Хайдегер Нет Этим Вопросом Давно Уже Занимаются И другие Философы В частности Гусер Это даже Первый Выделял Он Хотел Через Сознание Он Выделял Сознание Гусер Это был Философ Который Работал Вообще Сознанием Впрочем Как и Бергсон Бергсон Тоже Работает Он Заявляет Свою Парадигму Как Сознание И Жизнь Бергсон А вот Хайдегер Работает В бытии Так вот Гусер Хотел Из Анализа Сознания Опять же Вывести Вот эти Области Различные Области Область Неживой Неживой Материальной Природы Область Живого Живых Организмов И область Человеческую Вот такое Разделение Неминуемо Дело в том Что в каких-то Границах Или пределах Мы говорим О просто О природном И историческом Мы привыкли Так говорить То есть Есть природа Есть история Но это Грубое Разделение Или там Натуральное Или культурное Натуральное Это не воспроизведенное Культурное Воспроизведенное Во второй раз Или вообще Как говорится Творчески созданное Потому что Весь Человеческий мир Это Творчески Созданное Что-то Даже если мы Это потом Повторяем И дублируем Кто-то Это когда-то В первый раз Создавал То есть Там лежит Творчество В основе этого Лежит творчество Почему Так Творчество И важен вопрос И Разделение На Натуру Культуру Историю Природу Еще Грубовато Поскольку Здесь Выпадает Совершенно Вопрос Вообще О жизни О жизни И о жизни Заговорили Некуда было Деваться Берсон Заговорил О жизни Появилась Вообще Философия Жизни Это все Потому Что Наконец-то Кроме Неодушевленной Материальной Природы В Кругозор Человека Вот в этот Самый Фокус В свет Прожектора Наконец-то Начинает Вступать Живая Природа И она Задает Настоятельный Вопрос На который Невозможно Не взяться Отвечать Что Такое Жизнь Что Такое Жизнь И что Такое Живой Чем Она Отличается От Неживого И чем Она Отличается От Человека И Хайдеггер И в Других Своих Работах Будет Отвечать На Этот Вопрос В частности В работе Основные Понятия Метафизики Он Прямо Будет Заниматься Неживой Живой Природой И Человеком Но Разделение Наличного Бытия И Бытия Присутствия Связано С этим Вопросом Поскольку Наличное Бытие Имеет Такой Образ Бытийственности Который Присущ Неживой Неживой Природи И И В конечном Итоге Это Способ Постого Как выражается Хайдеггер Способ Постого Что-то Ставится Или Превращается В предмет Однако Никакое Живое Существо Не может Быть Превращено Просто В предмет И Уж тем Более Человек Не может Быть Превращен Просто В предмет Значит Выходит В конце Концов Что Бытие На Бытие Бытие На Бытие То есть Раньше Был Гамлетовский Вопрос Быть Или Не Быть Сегодня Этот Гамлетовский Вопрос Выглядит Несколько Иначе Он Наверное Звучал Бы Так Быть Таким Или Таким Образом Быть Таким Или Таким Способом Вот Такой Образ Бытия Иметь Или Вот Такой Другой Образ Бытия Иметь Вот Так Вот Или Или И Это При том Что Бытие Присутствие Не Требует Полного Отказа От Наличного Бытия В том Плане Что Это Полностью Отрицается Отодвигается И Естественно И Само Наличное Бытие Не Могло Бы Существовать Без Человека Только Человек Его Живая Жизнь И Постоянное Воспроизводство Поддерживает Этот Человеческий Мир Вы Наверное Не раз Видели В интернете Картинки Которые Демонстрируют Нам Как Быстро Человеческое Созданное Руками Человека Превращается Снова В Природное Допустим Оставили Какую-то Деревню И Как Она Зарастает Этой Природой Она Покрывается Растительностью Сквозь Нее Прорастают Деревья Как Быстро Природа Снова Забирает Назад То Что Когда-то Отдала Но Она Отдала Не Просто Так Это Не Просто Ее Дары Дары Можно Срывать Как Обезьянка Плоды С Дерева А Это Не Дары Это Мы Сами Так Выворачиваем Эту Природу Внутрь Своего Мира Что Это Выворачивание Постоянно Требуется Поддерживать Сколько Усилий Сколько Труда Сколько Человеческого Пота Затрачено На Это Это Сегодня Мы Можем Уже Говорить Хотя Говорить О том Что Все Это Можно Передать В Область Технологий Техники Искусственно Созданных Машин Они Могут Это Делать Отрабатывать Держать Это Напряжение Между Естественной Природой И Человеческой Природой И Вот Туда Как раз Они Должны Быть Помещены Именно Туда Вот Эти Все Роботы И Машины На Эту Границу Для Того Чтобы Поддерживать И Человеческих Но Это Очень Быстро Возвращается Обратно Эти Все Картиночки Апокалипсиса Допустим Того Что Происходит И Как Человек Сам Может Потеряв Все Эти Условия Материальные После Ну Скажем Так Ядерной Войны Ведь Рисуется Застояние Человека Как Возвращение Какой-то Первобытной Архаики Ну И Правильно Рисуется Потому Что Человек Достиг Того Что Он Достиг Только За счет Благодаря Того Что Он Вот Выполз Из Природы И Может Держать Это Напряжение И Может Из Нее Исключать Многие Сферы Как Создавать Такой Купол Купол Свободы Такой Вне Барьеры Такие Заборы Стоят Вот Это Вот Все А Тут Внутри Мы Живем Под Куполом Свободы Вот Область Бытия Присутствия Высвобожденности Из Первоначальной Зависимости Поэтому Не идет Речь О том Чтобы Отказаться Полностью От Наличного Бытия Это Достижение Человеческое Достижение И Это Условие Действительно Условие Бытия Присутствия И Наоборот Наличное Бытие Если Оно потеряет Человека И Бытие Присутствия То Оно потеряет Все Естественно Если В какой-то Момент Те же Самые Машины Созданные Нами Потеряют Человека Или Уничтожат Человека То В принципе Не будет Никакого Наличного Бытия Потому Что Это Будет Просто Хлам И Набор Машин Не И 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 Следовательно Два Этих Плана Бытия Они Предполагают Друг Друга Являются Условиями Существования Друг Друга И При Этом Очень Важно Их Различать Друга Продолжение Продолжение Продолжение